Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в понедельник. Меня зовут наконец-то Александр. Эту следующую торговую неделю с вами приведу я. Артем Дейвик навернется уже после Нового года. Так, давайте поговорим о финансовом рынке, посмотрим, что сейчас наиболее актуально. В первую очередь важно отметить, что буквально три часа назад поступила информация о том, что Дональд Трамп, действующий пока президент Соединенных Штатов, все-таки подписал новый пакет поддержки американской экономики объемом в 900 миллиардов долларов. Это означает, что до Нового года каждый американец все-таки получит чек на 600 долларов. Трамп этому очень сильно возмущался, потому что он говорил, что это смехотворно низкая сумма и необходимо его увеличить до 2000 долларов. И когда он его подписывал, он сделал заметку, что сейчас подписан, но в перспективе нужно увеличивать обязательно до 2000 долларов. Но текущий пакет поддержки был просто необходим для того, чтобы не произошло шатдауна при остановке финансирования правительства. И это как дополнительные стимулирующие меры сейчас были просто необходимы. Если говорить про сегодняшнюю торговую сессию в целом, если не исключить позитив со стороны поддержки стимулирующих мер, то сегодня в принципе праздничные дни, сегодня день подарков во многих странах и каких-либо важных ключевых событий сегодня не предвидится. На этой неделе в среду у нас также будет... Давайте сейчас переключимся на экран и продолжим уже там. Трамп подписал бюджет на 2021 год и избежал шатдауна. Пакет поддержки на 900 миллиардов, шатдауна. То есть правительство Соединенных Штатов остается работать, оно продолжает финансирование, получит новые деньги, поэтому американское правительство продолжит свою работу. Очень интересный период был на выходных. О том, как торговалась криптовалюта и самосная биткоин, лейткоин мы посмотрим немного позже. Давайте заглянем в экономический календарь. Текущая неделя, как уже ранее было сказано, последняя в этом году. У нас сегодня день подарков. Каких-либо важных событий сегодня на рынке не ожидается. Точно так же, как и во вторник. Композитный индекс цен на жилье. Все, что следует ожидать во вторник. Там индекс деловой активности в сфере услуг. Достаточно важная новость. 30 декабря это у нас среда. По статистике мы здесь будем ждать запасы сырой нефти 18.30 и незавершенные продажи на рынке недвижимости. Среда, точнее, четверг 31 декабря это уже у нас завершающий день в этом году. День сокращенный, поэтому опять каких-либо важных событий на четверг не ожидается. И 1 января уже Новый год, рынок без торгов. Давайте теперь перейдем к графику. Это график биткоина 4-х часовой. Смотрите, как за выходные биткоин вырос. То есть максимальная отметка была 28 335 долларов. Поэтому очень импульсное движение. Если мы с вами в пятницу уходили, когда цена была около 23-24 тысяч, цена торговалась вот в этом диапазоне, то на выходных мы увидели с вами вот такое импульсное движение вверх. Не исключаю, что это далеко не конец. Формируется также восходящая динамика. Рынок в перспективе может даже до конца года достичь отметки в 30 тысяч долларов. Поэтому к биткоину сейчас, я думаю, следует особо присмотреться. Давайте переключимся на другой актив. Это доллар и японская иена в связи с принятием нового пакета поддержка американской экономики. Как мы знаем, это создает определенный риск инфляции для американской валюты. Поэтому высокая вероятность, что доллар и японская иена может скорректироваться. Сейчас цена продолжает находиться в глобальном нисходящем тренде. И вот такое движение сделать к отметке 102.80. Я думаю, что это в принципе также следующая перспектива по японской иене. Вот такое движение. Не уверен, что оно будет до конца года, но вероятность этого есть. Посмотрим, как сегодня рынок отреагирует на новый пакет поддержки. Это у нас нефть марки Brent. Четырехчасовой график. Нефть у нас остается в восходящем тренде. Это дневной график, вот четырехчасовой. Видно, что цена продолжает расти и разворачиваться не собирается. Хотя сейчас образует такой боковой канал. Вероятно, что цена так и будет сейчас двигаться вот в этом канале. Верхняя граница 51.77, нижняя 49.33. В перспективе, конечно, я думаю, что этот канал будет пробит вверх до отметки 54.55. Да, с точки зрения фундаментального фактора. Никаких признаков того, что нефть сейчас должна расти, абсолютно нет. Но нефть растет. Это аномалия. Поэтому давайте двигаться именно согласно текущей тенденции и уже поджидать мысленно разворот. Но пока можно покупать вот от таких нижних границ, где в принципе цена касается, сразу отлетает наверх. Да, таких касаний было множество. И если цена еще раз, например, достигнет отметки 49.30 и начнет от него таким вот образом отбиваться, то можно рассматривать все покупки, по крайней мере, до уровня 51.70. Евро-доллар. Здесь ситуация поинтереснее, потому что евро-доллар продолжает находиться в восходящем тренде. Сейчас цена, в принципе, находится около, можно сказать, поддержки. Текущая цена 1.22.24. Думаю, что в течение сегодняшнего дня отметка 1.23 может быть достигнута и даже выше. Золото. По золоту мы с вами видим, что цена протестировала уровень 1900. И от этого уровня я сейчас скорректировалась, перекрыла гэп. В принципе, я думаю, что золото также будет восстанавливать свою восходящую динамику. Сейчас переключимся на четырехчасовый график. Да, в принципе, никаких признаков того, что золото сейчас будет падать, нет. Скорее всего, мы пойдем сейчас тестировать уровень 1965. Да, вот этот максимум. И в целом следует ожидать вот такое движение. Ну, в принципе, я думаю, по ключевым активам мы с вами прошлись. Но можно еще посмотреть индекс S&P 500, который сейчас подходит к своему максимуму. На фоне новых пакет стимулирующих мер по S&P ожидается, ну, по крайней мере, я ожидаю дальнейший рост после пробоя этого значения. В принципе, уровень 3.750-3.800 также до конца года. С учетом нового пакета поддержки очень и очень вероятен. Ну, в принципе, я думаю, на этом все. Хочу пожелать вам успешной торговли.